Девушки отдыхают 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 Я раньше сначала подумал, может, ты так специально ситуацию ставишь, чтобы я подошел к тебе, вот я подумал, думаю, надо к тебе подойти, поговорить с тобой, естественно, поговорить, что происходит вообще. Мне просто нужно было время разобраться. Я хочу, чтобы мы с тобой остались друзьями хорошими, потому что ты, как человек, не очень приятен. Я не знаю, ты как сам считаешь, вот такой вот вопрос, ты как сам считаешь, мы подходим друг к другу, вот честно, вот без всяких вот, ну, твое мнение, мне интересно. Не знаю, я думаю, могли бы. Мы еще мало себя друг друга знаем, ты правильно сказал. Но я всегда надеялся, может быть, получится что-нибудь. Я тоже надеялась. Надежда умигает последней. Да. Это отколк-то пахнет. Да, пахнет. А, пока катал. О-о-о-о. Сосчик вылечил. Что сделал? Чуть-чуть, все золото. Да, ничего, ничего не случилось. Тихо, тихо. Ну как, у тебя никакой драмы, надеюсь, по этому поводу нет? Ну как, Ром, я просто к ней привык, у меня какой-то, знаешь, внутри что-то есть, но думаю, пройдет, я все равно буду искать, бороться, я не знаю, там. Хорошо, что я никогда не любил, вот единственное, не любил, поэтому... Не, ну сейчас-то тебе, наверное, обидно немного? Немножко, как бы, ну как, обидно. Нравится мне человек, нравился, то и все. Ну, хорошо, что за короткий срок это все выяснилось. Если бы продолжалось это бы дальше, было бы хуже. Встречайте, лучшая пародия на Ксению Собчак и Ксению Бородину. Ксения Собчак и Ксения Бородина. Дурачина. Ой, Женя. Ну что ж, главное, что сегодня, помимо пародий на нас, да, в нашем же лице, была лучшая пародия на Наталью и Александра. Это новая наша пара проекта, Роман и Степан. Вообще, ребята, вы лучшие. За это получаете сердечко. Получаете по сердечку. Я наконец-то сердечко получила. Это первое твоё сердечко. Нет, да. Еще раз. Ну что ж, это было классно, ребят. Давайте все вы поделитесь впечатлениями дня. Начнем с солнышка. Очень рада за Наталью и Александр, потому что сегодня у них первое романтическое свидание. По-моему, Наташа чем-то была шокирована, чем она не говорит до сих пор. Вот. И не скажет, как говорит Александр. Интересно, конечно, как пойдет дальше делась Николь. Сегодня она проявлялась. Вот. Могу сказать, что девочка позитивная. Мне очень нравится. Скажи, пожалуйста, Олечка, что-нибудь нам. Мне достаточно было сегодня посмотреть в глаза Наташи, как я поняла, насколько замечательно они провели день. Вот мне надо делать сейчас стеклянный взгляд. И Наташку, на самом деле, можно понять только по взгляду. У нее глаза блестят. Это здорово. Ольга, но почему-то у тебя перестали глаза блестить. Я сегодня целый день была в раздумьях. Мы со Стасом решили остаться друзьями. Мы расстались. И сейчас мы с ним друзья. Стас, прокомментируй, пожалуйста. В принципе, здесь так все ясно. Ну, а по чьей институте это произошло? Эта инициатива была Олина. Ну, в принципе, как бы я немножко догадывался, что что-то происходит. Ну, чувствовал. Поэтому, как бы хотел, чтобы Оля полбастает все сказала. Насчет нас, да, мы действительно остались друзьями. Я искренне рад, что Оля мне быстро сказала об этом. Что не зашло так далеко. Потому что у меня действительно какие-то чувства были к Оле. Мне она нравилась как человек. Как общаться с ней очень нравилась. У тебя расстроило такое? Да, немного есть. Ребят, ну, к сожалению, раз так произошло, вы освобождаете сегодня домик. А завтра будет голосование. За то, кто вселится в него. Скажи, Николь, пожалуйста, что-нибудь нам. Вот я немножко расстроилась. Из-за ребят, да? Да. Ты считаешь, они подходили друг к другу? Я, как бы, еще не очень хорошо знаю ребят. Вот. Но я, как бы, такой, наверное, фаталист скорее. То есть, если не судьба, как бы, людям быть вместе, значит, рано или поздно это произошло бы. И если это произошло раньше, то это действительно хорошо. Потому что зачем мучиться в отношениях? Если отношения уже не доставляют там какой-то радости или положительных эмоций, то, конечно, тогда уже, значит, может быть, Оле суждено найти кого-то более подходящего ей. И с глазу тоже наоборот. И они будут реально счастливы уже в новых отношениях. Но я очень рада за Наташу и Сашу на самом деле. Потому что я видела, как у Натали глаза горели сегодня. И насколько она была счастливой. Когда вот действительно в книжках пишут там, пьянеешь без вина. Мне кажется, что это как раз сейчас происходит с ней, когда земля уходит из-под ног. Вот. И ты просто себя ощущаешь где-то. То есть, вот, где-то, где-то, где-то на седьмом небе, наверное. Саша. Угу, не тебя отказывают. Мне понравилось, очень понравилось романтическое путешествие. Я был в шоке. Вот. Мне очень-очень-очень понравилась пародия у нас. Ребята, у вас такое ощущение, что какой-то такой мини-сговор на двоих. Одна говорит, что в шоке и больше ничего не произносит. Второй. Ну, в одном и зашло вообще. Я не хочу это самое, опережать события. Все, потом, со временем. Ну, хорошо. Вы на сегодняшнем этапе готовы объявить себя парой? Скажи. Что скажи? Саша, видимо, готов, раздал тебе микрофон. Ты готова объявить себя парой? Саша сказал, что готов. Сегодня. Да. Я бы больше не готова. Наташа сегодня не готова. Поэтому я немножко подождел. Ну, Наташ, какие-то у тебя впечатления, кроме шока, есть еще? Нет, ну, то, что Саша меня поражает каждый день, это факт. Сегодня был очередной день, когда он меня просто шокировал своими словами. Наташ, но что случилось такого, или что не хватает пока Саше, почему ты боишься обозначать вас парой? Чего ты боишься? Мне нужно время. Ты боишься ошибиться еще раз? Конечно. Я ее только разопонимаю и поддерживаю. Я хочу поставить точку. Я можно позову человека? Конечно. Какого человека? Конечно, назову. Здравствуйте, меня зовут Нелидов Александр. Я продюсер. Здравствуйте, ищу таланта. Здравствуйте. Здесь вы их не найдете, Александр. Я тут нашел талант, это солнышко. Мы недавно записывали песенку. Очень здорово получилось. Вот у меня есть как бы релиз. Покажи на камеру. Вау, Саша, подержи. Я попрошу включить музыку. У-у-у! У-у-у! Ты слышишь? Как дождь по крыше по тембе плачет. Но ничего не значит для тебя тайна. Что сорвалась случайно с моих в воздух. Все просто отпусти сердце на свободу. Пусть летит далеко. Если вдруг не вернется к дому, значит, я поймала его. Я знаю, что такое счастье! У-у-у! 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 Редактор субтитров А.Семкин